Приветствую вас! Ну, написали вы, конечно, словом довольно много, что это, в принципе, в одну строку идёт, что вам нужно материальное состояние, материальное обеспечение, положение и то, что вы постоянно правдиваете себя другими. Плюс вы не уверены в себе и не принимаете себя такой, какая вы есть. Будучи перфекционистом, то есть марсистом, человек пытается вроде бы как возвышать себя над другими, быть лучше других. Но в действительности такой человек обесценивает себя. Понимаете, пытаясь сравняться на других, вы обесцениваете сам себя. Пытаясь сравняться на других, вы приносите в жертву вы приносите в жертву свою индивидуальность. Вы приносите в жертву свою уникальность, вы равняетесь на других людей, перенимаете ценности других людей, пытаетесь делать их своими, и из-за этого вы попадаете в, так скажем, Кавказ, потому что не для каждого человека это подходит, не для каждого человека подходит тот образ жизни, который вы хотите, не для каждого человека подходит заработок, о котором вы говорите, и так далее. То есть все это подходит не для каждого человека. Это надо понимать. Вы не пытаетесь, вне зависимости от того, какая вы, добиться чего-то в жизни, и вы пытаетесь достичь, обязательно, в обязательном порядке пытаетесь достичь того, что вам может быть совсем не нужно. Вы хотите добиться чего-то только для того, чтобы люди вам не хвастали. Подумайте, вы говорите о том, что если бы не было хвастунов, то все было бы хорошо. А почему надевают хвастуны? Потому что они показывают, что вы хуже или лучше, да? А кто-то сказал, что люди хуже или лучше, и что это определяется только материальным положением. Ваши эмоции, вы так чувствуете, вас это задевает. А почему вас это задевает? Потому что вам это важно. А важно вам это почему? Потому что такие ценности у вас образовали. А как образовались ценности? В результате чего ценности образовались? Вопрос, да? В результате чего образовались ценности? А ценности образовались, вы думаете, в взаимодействии с родителями вашими, которые, скорее всего, вам пытались внушить именно эти самые ценности. Либо наоборот, никогда не принимали себя, будучи, ну скажем, бедными, необеспеченными и так далее. И, соответственно, вы в свое время чувствовали себя недакой, как какая вот вы есть. И плюс, именно они, скорее всего, формировали у вас эту самую ценность. То есть, вот, а посмотри вот как у других, а посмотри вот как у того-то, того-то, того-то. Вы подумайте, почему люди хвастаются? Вот сами. Просто сами попробуйте подумать, почему люди хвастаются? Вообще. Разве будет счастливый человек, у которого все есть хвастается? Как вы думаете? Вот как вы сами думаете, какие люди будут хвастаться? Что их заставляет? А что вас, положая руку натом, заставляет хвастаться? То есть, пытаться не хвастаться, а пытаться быть, значит, ну, как все. Положая руку натом, за что? Ведь только желание не быть хуже. Не быть хуже других. А желание быть лучше других. А разве можно быть лучше других? Нет. Потому что всегда найдется кто-то, кто лучше вас, и это нормально. Нужно не стремиться быть лучше других. Нужно, скорее, стремиться быть просто лучше. Делайте что-то, добивайтесь чего-то, достигайтесь чего-то, что вам красиво. Не ставьте себе в слишком высокие клавишки. От этого у вас будет только фрустрация. Вы будете фрустрироваться из-за того, что не можете получить того, что вам нужно. Вы будете фрустрироваться из-за того, что у вас не получается добиться того, что нужно. Так а нужно ли вам это? Если вы не можете этого добиться. Если вы делаете все и не добиваете, значит, вам это не зудно. Вы просто ориентируетесь на мертвую, по сути, своей общественную норму. Сами это понимаете, говоря о том, что общество не принимает тех, кто по какой-то причине хуже. Так а почему не принимают общество? Потому что все должны быть такими, как оно считает. Все должны быть такими, все должны быть с айфонами, например. Все должны быть одинаковыми. А почему так? Потому что обществу так комфортно. Оно в этом видит свой комфорт. Ну и вопрос, который я вам задаю. Разве это здорово быть одинаковыми? А разве это здорово хотеть обладать машиной, например, только для того, чтобы куда-то выезжать, демонстрировать это? Не чтобы самостоятельно получать удовольствие, а чтобы демонстрировать это. Вы говорите, у вас дома все разваливается. Да, может быть. А у кого-то дома вообще нет. Вы говорите, у вас старая машина, а у кого-то машины вообще нет. Знаете, не нужно стремиться быть лучше всех, нужно стремиться просто быть лучше. Я сейчас повторяю, это куда более важный момент на самом-то деле. Понимаете? Ну, то, что вам надо родителям, ну, это совершенно точно, и я полагаю, что этот принцип в жизни ваш, он не ваш, он сформированный родителями, либо лазерным установками. Ну, и, соответственно, вы, следуя ему, обрекаете себя на постоянную врусную фрустрацию. Если вы этого не хотите, то, соответственно, я рекомендую вас обратиться к психологу и проработать все то, что вы описываете. Кстати, что интересно, вы, ну, как бы, рассказывая нам обо всем этом, мне не задали вопросов. Хотите-то вы чего от нас, от психологов? Мы можем научить вас, я бы сейчас нам за это внимательно, мы можем помочь вам, нам смотреть куда выше, куда глубже, чем вы смотрите сейчас. Но если у вас на это есть желание, и поскольку вы перфекционист, то вам нужно, вам нужно регулярной консультации с психологом. Потому что вот так сразу свой тип личности, свои принципы и ориентиры вы не поменяете. Вам, первое, ну не человек, которому бы вы доверились, и которому бы вы начали раскрываться. И постепенно у вас будут происходить изменения, которые и приведут вас к новой счастливой жизни. Вот так. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Надеюсь, что ситуация эта решится должным образом. А я вам желаю всего самого доброго. И спросите себя. Вы реально видите счастье в материале? Вы реально видите счастье свое личное в том, что вы будете лучше других людей? Разве этом годы на 26 тем?